Добрый день, вы на канале Процветок, меня зовут Зоран, я профессиональный ресторан. Добрый день, меня зовут Саша, я профессиональный повар. Тема сегодняшнего дня – болгарский перец. Мы сегодня вам покажем, что можно сделать с перцем, как его сохранить на зиму, как можно использовать. Покажем несколько рецептов быстрых, легких. Для лучшего сохранения перца при заморозке лучше его изначально обжарить, после этого его зафасовать и заморозить. После фасовки, сколько вам необходимо, вы достаете и очищаете. Берем масло, слегка противень. И укладываем перец. Чтобы лучше пожарился, еще сверху добавляем масло растительное. В загретую духовку при 170 градусах ставим перец. И жарим примерно 15-20 минут. Просто поворачиваю перец, потому что он снизу жарится, а сверху такой, еще недожаренный. Обратно возвращаем на 5-7 минут и доставим его. Для лучшего сохранения, не чистим, просто охлаждаем и ложим в пакет. Заготовочка наша готова. Она быстро разморозится и быстро заморозится. Делаем чесночное масло. Для этого нам нужно нож-доска, чеснок, масло. Чесночку ножом прижимаем. Прижимаем при заливке растительного масла. Он лучший аромат даст. Примерно на небольшую бутельку грамм 150-200. Нам понадобится где-то 5-6 зубков. Заливаем маслом чеснок. И оставляем его на стаевце. На стаевце он где-то полчаса. После этого можно его использовать. Нашу заготовку жареного перца мы достали из бразильника. Разморозили ее. И сейчас ее будем чистить. Чистим ее от шкурки и косточек семена. Почему именно от шкурки? Потому что шкурка пищевод не приваривает шкурку. И она прямо в таком виде и выходит. Как от перца, так и от помидора. Печеный перец достаем из бразильника. И начинаем чистить. Он легко чистится. Потому что изначально был печеный. У духовки замороженный. И сейчас размороженный. Снимается очень легко шкурка. Остается одна мягкота. Примерно разрежем ее на три части. Чтобы удобно было брать. Значит, берем перчик. Укладываем. Для салата нам нужна заправка. Для заправки яблочный уксус, петрушка, масло чесночное и сам чеснок. Примерно яблочного уксуса. Сколько яблочного уксуса, столько и масло чесночного. Добавляем петрушка. И рубленый чеснок. Все промешали. Все посолили. Еще раз промешали. И залили наш перец. Салат опять до 10 минут. Вожжим в холодильник. Он как раз напитается. И еще будет чесночное масло ему откроет полностью вкус. Этот салат любят и дети, и взрослые. Очень-очень вкусный. Приятный аппетит. Делаю роли из жареного перца с фотосиропом. У нас есть заготовка жареного перца. Достали из вразильника. Почистили. Открываем его. Сделали пластинку. Достали остаток. Косточки. Разрезали наполовину. И имеем две части. Берем сыр фото. И слегка закручиваем. Берем кусок. Примерно если большой. Разрезаем. На половинку. Получается легкая закуска. Жареного перца с фотосиром. Польем чесночное масло. И, конечно, наша любимая петрушка. Если нету петрушки, можно и укроп. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Мы будем сегодня делать и панированный перец. Но до этого сделаем сначала сос айоли. Сос айоли подаем из панированного перца. Кроме того, его можно подавать из все жареное мясное блюдо. Из пасты. Из картошки. Давайте приступим. Нам нужно майонез. Наш жареный болгарский перец. Очищен. От семян. Острый перец. Если кто-то желает остроя. Конечно. Чеснок и петрушка. На примерно 200-300 грамм майонеза. 2-3 зубка чеснока. Петрушка. Щепотка острого перца. И где-то 2-3 листа жареного болгарского перца. Все это в емкость сложили. И пробили через блендер. Сбили в блендере сос. Полученную массу приложили в емкость. Пробуем на вкус. Соль, перец по желанию. Я добавлю. Мне не хватает. Тоже промешаем. Можно кушать. Вот за что меня жена любит. Делаем панированный перец. Для панированного перца нам нужна наша заготовка. Перца, мука, яйцо, сухари, масло, сковородка и огонь. Все, давайте приступим. Яйцо взбили. Наш очищен перец. Разложим. Посолим. Поперчим. Слегка сбрызгаем чесночным маслом. Чтобы ему дал чесночный аромат. Смазали. Сложили в стопку. И начали. Изначально перец обакиваем в муку. После этого куйцо. После этого сухари панировочные. Наша заготовка маленькая готова. Приступаем к процессу жарки панированного перца. В нагретую сковородку заливаем масло растительное. Минутку подождем. Чтобы се нагрелось. Укладываем наш перец. Наш перец буквально обжариваем с одной стороны минуту-полтора. Переверачиваем на другую сторону. Тоже обжариваем минуту-полтора. В нашем блюде подаем соус айоли. Который мы заранее сделали. Ну, конечно, из этого можно подать тартар соус. Даже сметану. Либо кусок сыра. Приятный аппетит. Делаем омлет из нашей заготовки с перцем. Для омлета нам нужно яйца, молоко, соль, перец. Конечно, наша заготовка перца. Яйца изначально помили под холодной водой. Чтобы смели все остатки шкуруты. Разбиваем. Добавляем молоко. Солим. И взбиваем. В наш взбитый омлет добавляем еще простухват муки. Все тоже взбиваем. В сковородку добавляем масло. Ждем, пока масло нагреется. После этого добавляем взбитые яйца. Ждем, пока снизу схватится. После этого накроем крышки, чтобы он дошел. Добавляем жаренье. Перец. Добавляем два шарика масла сливочного. И накрываем еще минуту. Берем наш омлет. И закручиваем в трубочку. Берем наш омлет. Разрезаем. Наполовину. Красиво. Укладываем. На прорезе. Красиво выглядит перец. А и запах какой. Как вам это предать через камеру? Декорируем петрушки. Наше блюдо готово. Приятного аппетита. Для сата Роша нам нужно помидоры, заготовка перц, лук, чеснок, петрушка, яйцо. Изначально для помидора, мы говорили, что шкурка перца и шкурка помидора у пищеводника не приваривается. Мы изначально снимаем эту кожу. Как это делаем? Ложим в кастрюлю и кипятком ошпариваем помидоры. Оставляем их на пару минут. После чего кожа сама будет отходить. Снимаем ее. Для приготовки сата Роша берем масло, наливаем в сковородку. Подождем пару минут, пока масло не нагреется. Добавляем изначально лук, который мелко измельчили. И лук обжариваем до прозрачного цвета. Перчим. И добавляем нарезанный чеснок. При добавке соли в лук, лук быстрее жарится. И он быстрее, мягче становится. Помидоры сняты от шкуры. Резрезаем на половину. И эту половину еще на три части. И так дальше повторяем. У нас уже готовый лук. Посмотрите, какой он прозрачный. Добавляем томаты. Смотрите, уже томаты начали выделять сок. Пока этот сок не испарит. И перчик добавляем. Смотрите, помидор в свои соки впустил. Слегка выпарил. Добавляем наше заготовку. Перчик. Говорят, хлеб всем у глава, а перец над хлебом. И оставили еще на минуту два до три. Все готовлю без крышки, чтобы сок лишний не задржался. Песок он выпарит. И сейчас на концу будем добавлять збиту яйцо. На эту масу примерно два до три яйца. Не больше. И закрили крышку. И оставили на минуту три до четыре. Време прошло. Открываем крышку. Наше сатараш. Котов. На нашу тарелочку сервируем. Отварную картошку. Наш сатараш. Ох, как пахнет. Смеси. Чесноком. Перцем. Помидором. Если вы желаете или любите острое, добавьте еще острый перец. Слободно. Без проблем. На картошечку я добавляю масло сливочное. И блюдо все посыпаю петрушкой. У каждого на огороде найдется пучок петрушки. Блюдо готово. Приятный аппетит. При заготовке запеченного перца вы сможете приготовить много-много-много блюд. Ну, сегодня мы приготовили вот это. Надо пробовать. Приятного аппетита. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова